всем привет доброе утро мы только позавтракали и решила я покрасить волосы так как в прошлый раз я их красила и мои седые волосы не закрасились и меня девочки уже неоднократно просили показать какие краски я смешиваю какой краской я крашусь и в принципе это каждый раз после каждого окрашивания покажу вам по быстренькому что я делаю что и с чем смешиваю какой краской я пользуюсь в прошлый раз перед день рождения можно сказать моим пришла всего неделя но я вам говорила что мои седые волосы не закрасились почему-то в прошлый раз я беру брала вот такой же вот эмульсию вот этот окислитель и он очень хороший был и хорошо закрашивал седые волос в этот раз то ли какая-то бракованная партия попалась то ли то ли что я не знаю вот срок годности это чувствует это произведено стоит наверное до пятый месяц двадцать четвертый год наверное так а до какого не стоит нужно читать в общем но и он закрашивает но сиды не закрашивать почему-то я не знаю почему в этот раз он такой попался мне но и я же заказывал это четырехпроцентный я себе заказывала потом была какая-то скидка хорошая я себе вот этот вот окислитель еще заказывала шести процентный буду красить с ним я с ним пробовала уже хорошо закрашивала свой трасс надеюсь тоже все закраситься краска у меня от вела как вы поняли вот здесь стоит значок и краска у меня вся вот вот в таких кубиках пробовала и с этой краской тоже синим в синим тюбике тоже были хорошие но сейчас у меня вот вот такая вот у меня два тут таких свертыша потому что я их смешиваю какую какую с чем смешиваю девочки прошлый раз я красилась вот точно так же красилась только красилась вот с этой эмульсии а буду в этот раз шести процентный вот шесть ой девять шестнадцать у меня и 936 в общем 30 грамм этой краски 30 грамм этой краски в общем я хотела вам показать но не включила камеру получается что 120 миллилитров я налила эмульсии и теперь выдавливаю краску туда краску краски у меня получается здесь 30 до 30 миллилитров 60 миллилитров маникюр переделать но что-то как-то лень когда делаешь такой яркий маникюр потом получается он очень быстро отрастает и сразу видно до конца в общем с такой бутылочки очень удобно краситься я крашу конечно кисточкой тоже где-то там какие-то края и что-то подкрашиваю но в основном я делаю так вот так вот такой бутылочкой по всем так по коже головы прошлась и получается потом размазюкала хорошенечко расчесала расческой все получилось все размешиваем и идем краситься вот он наш гоша не на голову я на я покрашенная гоша вот он наш красавчик гош красавчик гоша красавчик красивая курочка красивый красиво куда ты еще ближе подходишь куда еще ближе красавчик второй да красивый 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 на голову нельзя ричи мой гуша ричи наш ричи наш в джакузи купается а гоша под краном включаешь ему воду и он под струйкой прям купает видеть юный блогер тоже снимает до ричи зашел вкусняшек поезда ты близко его снимаешь на подальше роман там же не видно его не рассказывать я вам покрашена иметь какая красавица ричи иди сходи кричи пойдешь кричи ричи 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 роман у нас тут решает легкие примеры но надо потому что надо немножечко мозг свой тренировать до школу придешь чтобы ничего не забыл немножко по-быстрому здесь война ричи нападает на гошу не разрешает ему сидеть на его клетке гоша отлетает только ой вернее ричи отлетает только больше опять садится на его клетку чем воюют но мы делаем домашнее задание может сидит у него на голове домашних за ним задание просто делает рич но нельзя же быть таким учет и такой прям нападает на него клюша так открывать как курс он летит его сбить оттуда хочет прям укусить рич будешь пойдем пойдем пусть он тебе мешает сосредоточиться он меч мешает что ему сосредоточиться давай иди не хочет он сейчас он прилетит к себе иди делал вот они два разбойника наших дорич разве так можно с гостями поступать может гость твой чем вкусного то положительных ветка скажу еще хочешь меня объесть что ли да объесть меня хочешь ричи думать что он его и еду хочешь есть до речка а ричи что происходит что происходит разве так можно себя вести не хочется ну что все я покрасилась посушила волос вроде все закрасилась мне все нравится просили чтоб я показала как-нибудь укладку дайсоном как-нибудь покажу он же шумит это надо все монтировать так как как-нибудь этот не просто как-нибудь покажу ну там в принципе ничего сложного как я делаю я ж не как профессионал делал просто если вот этими насадочками да что я верхушку собираю себе но такими щипцами одну тут вторую третью и сначала не сделаю закручиваю как мне надо от лица шух туда туда и тут также а потом уже верхушку делаем по одной пятки отпускаю и начинаю вот так вот в принципе не только локоны также все я делаю вот верхушку собрала и принципе неплохо сейчас я делала знаете простым феном посушила и вот это вот щетка большая круглая и немножко снизу подкрутила вниз и сверху также вот так а еще спрашивали при наш пылесос дайсон чтоб я на него сделала обзор я не знаю довольная им недовольна ну нормально пылесос у нас в принципе для таких нужд да что я прям весь дом и не пылесошу если только вот но нужно где-то внизу вот здесь да я все им пылесошим диван пылесошу и пол где-то там крошки какие-то ну в принципе довольно единственная у него батарейка не такая вот долгая да ну вот внизу все про пылесосить не хватает если на полной мощности если на на средней то как бы можно дольше по пылесосить а если вот прям на всю сильную сделать то но внизу вот тут убраться мне хватает потом ставишь его назад в принципе неплохая я довольна все играется с ним ричи уже зашел в клетку а этот все еще тут ваша красавчик да . декцию ой сдай дом он целуется у него и на голове сидит постоянно это не хочешь ко мне ну сиди у ромы вот так так кстати моя зарубская кофта которую я в последний раз купила я вам не мерила ну вот видите у нее рукава вы такие вот вот я не знаю то ли это мода такая то ли у меня руки короткие ну принципе удобная кофта хорошая комфортная что решила я сделать котлеты ну котлеты не знаю в духовке буду делать или на гриле как-нибудь так ну чтобы не совсем жиру жарить их посмотрим может часть так часть так сделаю здесь у меня говяжий фарш много разморозила я хочу побольше сделать как бы для меня было на ужин на обед что-то такое чтобы достал там котлетку и поел каждый день не заморачиваться не думать что приготовишь немножечко запасом был посолила поперчила я конечно уже наряд на рыдалась здесь потому что ну у меня вот адская смесь шучу здесь у меня лука много и пару зубчиков чеснока я перемолола блендером сейчас вот это все туда отправляем хлебушек и не буду добавлять ни сухари ничего такого не картошку я не буду добавлять в этот раз как сказала чтоб более так сказать не сильно калорийно было это я думаю что и и так будет очень даже вкусно нужно было бы и кабачок сюда добавить если он у меня был конечно но у меня к сожалению его нет сейчас возьму какую-нибудь вилочку все это перемешаю наверно так а потом уже руками нужно вроде все разморозилось но кое-где кусочки еще есть ну как есть такие подмороженные сейчас все перемешаю посмотрим дать ему немножко настояться посмотрю какие то может быть еще приправок добавить я обычно в котлеты добавляю вот единственные мои приправы мы увидели соль перец и чеснок и лук вот это мои такие основные приправы я имею ввиду может быть добавить еще еще подсолить или подперчить немножечко у меня постоит потом буду думать как прожарить это все такое нужно еще придумать какой-то гарнир может быть пирожку сварить мальчишкам пирожку меня не едят давит есть только с когда у нас селедка вот с маринованным луком признается пирожком саша вообще как бы я не знаю будет он пирожку он любит пирожку но картошку старается по минимуму есть лучше ему вот 3 из чего-нибудь такое может быть гречку сварю кусочек лука попал смотреть не это не промолола хорошо пахнет уже очень вкусно решила сделать котлеты сначала в духовку сейчас я их сделаю чуть-чуть они у меня подпекутся там а потом я их на гриле обжарю чтобы они такие с корочкой были потому что но в духовке у меня например в моей духовке они все равно такие с корочкой не получается но если конечно там сильно зажаривать но потом они такие сочные мне нравится вот чтобы они были сочные и сверху корочкой было поэтому сделаю сейчас так как сказала что котлет наделала я их даже обваливать ни в чем не буду их вот так вот как они есть я их поставлю в духовку здесь у меня еще осталось мясо сейчас я еще что-то придумаю с него еще что-то сделаем в общем эти котлетки идут в духовку я еще придумала я хочу вот такие на шпажки сделать не знаю первый раз делаю развалится не развалится и на гриле их пожарить такие вот мне палочки есть шпажки эти первый раз делаю попробуем как они получатся ваш немножко еще остался доделаю потом посмотрим что получится потом вам расскажу получилось или нет гриль нагрелся я щас сбрызну его вот от масла немножко потолочным и сверху выкладываем наши нуляшки или как назвать и подуля кебаб или как следующее следующее надо было наверно чуть-чуть друг от друга чтобы не прижарили друг другу а и тут все и щитки я все закрываем я поставила на стейки вспомнила что у меня в холодильнике еще макароны есть вот те самые сборные все что по чуть-чуть было я их сварила в тот раз я вам рассказывала когда позавчера или вчера и ну в холодильнике они стояли с ними ничего не случилось они свежие можно сказать и сейчас обжарю их немножко и туда же у меня соуса нет я думаю что сделать сделаю вот так вот яйца немножко майонеза туда посолила и вот так вот туда и сейчас сыра натру еще будет очень вкусно гриль мой гриль вот такие у меня получились чашлычки и вот вторая вот партия остатки надо чуть-чуть наверное посильнее вкуснее котлетки тоже готовы вот так выглядит я думаю их можно и так есть но можно и поджарить при желании но они готовы уже сто процентов сейчас наши макарошки еще дойдут и можно обедать макарошки готовы аппетитные очень мы будем обедать нам приятного аппетита если вы едите вам тоже в общем вот такой у нас обед мы с Романом вышли на улицу погулять чуть-чуть а то у него энергии накопилось да интересный экскаватор я бы его помыла мне кажется мне хочется взять шланг и помыть вот эту всю грязь с него смыть это же яйца копал и грязь копал вот это он такой да грязный вот тут у нас вот тут постоянно парковка проваливается и вот тут будут его разрывать и вот тут трубу вот так менять вот здесь на парковке наверное там колодец что-то они будут делать вот заделывать основательно знаешь что еще у него будет? ремонт ремонт? что интересный такой? да? ну аккуратно только да что классно? давай я тебя сфоткаю с ним хочешь? сейчас ты дышь как всегда он хотел на какую-то площадку меня уговаривал пойти но я не поняла на какую он хочет говорит в Ландстайне площадка какая-то рассказывал, рассказывал я говорю давай пойдем на нашу на райню которая большая я говорю может быть там сегодня кто-то будет воскресенье еще рано мы не как обычно вечером мы пораньше пошли взял он с собой игрушек самокат самолет в рюкзаке там еще набрали я достала 6 тысяч где 6 тысяч? а номер я достала свою куртку вроде как сегодня тепло стоит 18 градусов но вечер такой прохладненький я достала курточку одела и Роману одела куртку потому что ну ветер прям реально прохладный я прям рада что я одела курточку она такая тепленькая ну вот так вот так что идем наслаждаемся свежим воздухом хоть и прохладным но все таки свежим осенним воздухом вот так вот так хорошо на улице вообще замечательная погода вот так вот так какая осень листья красивые травка зеленая прям замечательно правда какая осень пока листья еще не опали вот в таком состоянии совсем все деревья не голые очень даже классно кто там кто там Велена что ли а точно Велена кроме на невесты побежала кроме Велена кота покормили пришла теперь уже асфальт облизывает там было этот насыпано теперь водички бы попить скажи да все наелась пошли ну что Роман нагулялся наигрался встретил свою подружку там еще плюс были мальчик с девочкой я с ихними мамами постояла поболтала в общем хорошо они побесились сейчас идем домой уставшие но довольны в общем хорошо провели время Рома доволен не хотели расставаться с Веленочкой вот так вот с нашей красоткой мы идем сейчас папу надо будить уже тоже ужинать на работу и мы сегодня в ночь еще одну ночь вот так вот кто мы увидимся ну что я тут как обычно занимаюсь порядком перед сном и тем более завтра не будет у нас возможности с утра тут все помыть убрать поэтому я на кухне все перемываю вернее перемыла уже собираю Сашу на работу сейчас вот ему сметану приготовим нужно сейчас достать хинькали он сегодня будет как вы помните ну если помните будет готовить ужин у них бывает такое когда они в ночь они готовят там бывает когда-то когда грилят когда у них свободно там например на выходные или с выходных смена что и начальство никого нету и они там у них есть кухня они могут там погрелить у них есть ну полноценная кухня такая что и духовка есть и мангал они могут разжечь и всякое такое на их территории там в общем неплохо устроились поэтому сегодня Саша будет варить хинькали так что ему сейчас положу все он уже бежит на работу убегает у тебя прическа сачелка как ты спала на работу бежал на работу что я еще хотела вам сказать сегодня мне пишут вернее с мамой разговаривала мама говорит сейчас видео твое смотрела и где ты едешь в машине там ужасный звук я думаю ну да в машине всегда немножко шумит в общем залезла в youtube потому что ну я же монтирую я слышу это все залезла в youtube в youtube там правда ужасный звук ужасный прям шумит так что там даже меня не когда я монтировала у меня такого не было нету такого шума вообще абсолютно в общем пошла к Саше говорю Саш смотри вот так вот так показываю ему то видео которое у меня смонтированное в телефоне лежит я его включаю на том же самом моменте оно ну слегка там слегка какой то шум есть ну незначительно его даже ну вот если прям конкретно прислушиваться тогда можно что то услышать какие то изменения ну так как в ютубе такого вообще нет и я начала сейчас лазить во всех настройках настройках ютуба звук не знаю почему но я уже знала что у меня до этого мне писали что как в машине снимаешь у тебя там плохой звук думаю почему другие люди снимают всегда ну нормальный звук почему у меня так у меня неплохой неплохой телефон да и как сказать хорошо снимает и ну не должно быть такого в общем я буду сейчас у меня впереди еще вся ночь я буду лазить в настройках ютуба в настройках телефона в настройках в компьютере смотреть что что да как смотреть видео какие то чтоб улучшить эту ситуацию и заранее перед вами извиняюсь что пришлось вам такое такое плохое качество слушать видеть ну качество видео съемки это нормально просто звук вот это да был не очень роман ну я сейчас снимаю ты тут шумишь поэтому буду улучшать всем хорошего вечера нам спокойной ночи и до завтра пока пока